Добрый вечер, в эфире общественное российское телевидение, здесь и сейчас. Вчера президент сделал первый крупный шаг в кадровой политике. Произошло несколько важных назначений в силовых ведомствах, которые комментируются по-разному. Но прежде всего отмечается, что впервые в истории России ключевые силовые посты заняли гражданские лица. Президент на коллегии МВД, перед руководством МВД представил нового министра внутренних дел Бориса Грызлова, который был раньше лидером фракции «Единство». На этой же встрече присутствовал бывший министр внутренних дел, ныне секретарь Совета Безопасности Владимир Рушайлов. Они здесь сейчас, в нашей студии. Добрый вечер, Владимир Борисович. Как вы узнали о новом назначении, Владимир Борисович? Предложение было сделано президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным, на что я дал согласие. В связи с этим я и узнал. Ну и вы тоже, да? Совершенно верно, да, именно так. Было неожиданным это для вас? То, что это произошло, это неожиданно. А то, что готовность работать в исполнительной власти, то я ее проявлял достаточно давно. А то, что именно она на этот пост? Это неожиданность. Просто вы, в отличие от Владимира Борисовича, вы же никогда в силовых структурах не работали, поэтому вот... Ну, как было сказано, это политическое назначение, и я его понимаю таким образом, что тот опыт, который я сумел получить в Государственной Думе, в нашем представительном органе, я могу использовать на этом посту. Это опыт законодательной работы. Надо решать вопросы именно на законодательном уровне, по соблюдению законности, по поддержке нашей Конституции, по ее исполнению. Но я так понимаю, что можно решать и социальные вопросы. По крайней мере, в этих вопросах у меня уже большой опыт. Кроме того, что сказал президент, политическое назначение, он еще говорил о том, что очередной этап военной реформы закончился, и изменилась ситуация на Северном Кавкаде. Возможно, это касалось не столько назначения в МВД, но тем не менее, а какой этап военной реформы у нас закончился, Владимир Борисович? Вы как теперь секретарь Совета Безопасности? Во-первых, вы знаете, что в течение длительного времени работала рабочая группа, которая занималась вопросом реформирования. Приняты решения и по Министерству обороны, по ряду структурных подразделений. Вы видите, что и на должность министра обороны, и на должность министра внутренних дел назначены гражданские люди. Это говорит в целом о проведении линии на демилитаризацию. И в течение длительного времени мы проводили работу, в том числе мне как министра внутренних дел приходилось участвовать в рабочей группе, которая во главе с президентом, вместе с работниками других силовых структур вырабатывала решения. Причем решения, которые касались не только внутренней жизни страны, но и внешней. В связи с этим и от Владимира Владимировича Путина поступило предложение возглавить Совет Безопасности, стать секретарем Совета Безопасности. И вот та работа, которая поручена в настоящее время, она, конечно, имеет более широкое поле, нежели та деятельность, которой я занимался ранее. Очевидно. Правильно я вас понял, что этап военной реформы – это подготовка самой реформы, и именно он закончился. То есть теперь, видимо, Сергей Иванов на новом посту будет эту реформу осуществлять. И это имелось в виду, безусловно. Но у нас военная реформа проходит не только в рамках Министерства обороны, она проходит и в других силовых структурах. Она затрагивает абсолютно все силовые блоки. Речь также идет о том, что изменяется обстановка в Чеченской Республике. Да, вот это мой следующий вопрос. А что там изменилось, на Северном Кавказе? Я хочу сказать, что в настоящее время все силовые структуры заняты уже целенаправленной работой. Это прежде всего и Федеральный служб безопасности, и Министерство внутренних дел. Это адресная работа по выявлению и задержанию главарей незаконных вооруженных формирований. Это оказание помощи администрации Чеченской Республики, как на уровне республиканском, так и на районном уровне. Это работа с тем, чтобы восстановить хозяйство Чеченской Республики. Завтра состоится заседание Совета безопасности, на котором будут рассматриваться именно эти вопросы о воссоздании экономики Чеченской Республики. А у вас есть, может, какой-то план или что-то, что вы можете добавить к сказанному? Я могу добавить, что на заседании Совета безопасности я завтра буду выступать с сообщением о нашем видении ситуации по улучшению проблем с экономикой в Чеченской Республике. Так что уже завтра, это рабочий день, утром будет заседание правительства, а во вторые половины дня заседание Совета безопасности. Так что вопросы восстановления экономики Чеченской Республики, это вопросы всей нашей страны, они обсуждались в Государственной Думе, но есть специфика, которую, я думаю, оценить может только Министерство внутренних дел. И сегодня мы уже обменялись мнениями по этому поводу, и есть специальные задачи, которые будут стоять перед МВД. Но в этом смысле можно ли связать назначение перестановки с тем, что, как Владимир Борисович сказал, экономическая составляющая работы с правительством Чечни имеет теперь большее значение, чем военная операция? Мы сейчас являемся свидетелями того, что сокращается присутствие военного контингента в Чеченской Республике, Министерство обороны отводит свои войска. То, что касается Министерства внутренних дел, то свои задачи мы должны выполнять, и мы их выполнять будем. Тем не менее, не могу не задать следующий вопрос. Сергей Иванов, будучи секретарем Совета безопасности, также координировал деятельность Министерства обороны, внутренних дел и так далее. Вы, будучи министром внутренних дел, занимались и другими частями военной реформы, в том числе другими частями безопасности, скажем так. И что от перестановки местослагаемых меняется в сумме для страны? Ну, во всяком случае, есть такая надежда, что с точки зрения секретаря Совета безопасности будет оказана большая помощь всем силовым структурам, поскольку есть представление, чем они занимаются. Более того, я думаю, что и на первом этапе будет оказана посильная помощь новому министру внутренних дел. Это требование президента, и это я понимаю, как министр в прошлом, поскольку нужно войти в курс дела по ряду чисто специфичных вопросов, поскольку, скажем так, очень много отраслевых служб МВД, и занимаются они широкой сферой деятельности. Поэтому мы договорились с Борисом Селычем о том, что на первых шагах будем оказывать помощь друг другу. Кроме того, у Бориса Селыча большой опыт работы в законодательных органах. Знакомы вы недавно, потому что говорите Селыч, а не Вячеславович. Вячеславович, извините, я оговорился. Это все так быстро происходит. Президент тоже сегодня одного из назначаемых перепутал. С Вячеславовичем, безусловно. Сколько времени вы будете в таком плотном тандеме работать? Я думаю, что мы будем все время работать плотно. Если говорится, что тандеме плотно, то он будет длительно плотно. Во-вторых, мы ранее работали, и я хочу сказать, что ряд законодательных инициатив был поддержан Борисом Вячеславовичем, и при его непосредственном участии был принят целый ряд законов, крайне важных для Министерства внутренних дел. И разработан еще целый пакет законов, которые сейчас находятся в Государственной Думе. И также, конечно, я думаю, что Борис Вячеславович, мы уже эту тему также обсуждали, приложит все свое влияние для принятия законопроектов, которые помогут обеспечивать уровень социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Президент сказал, что ваше назначение политическое. Что имеется в виду? То, что вы руководили пропрезидентской фракцией в Госдуме? Я руководил пропрезидентской фракцией. Наконец-то правильный термин. Именно так наша фракция себя видит пропрезидентская. И она такой же и останется. И мой уход в правительство, это, безусловно, усиление позиции единства в том числе. И я думаю, что вот тот опыт, который приобретен во время работы в представительном органе, в высшем представительном органе нашей страны, он будет использован именно для решения очень важных вопросов и внутри Министерства внутренних дел, и в целом для страны. Спасибо вам большое. Благодарен, что вы в такой сложный день нашли время прийти. Во-вторых, благодарен, что пришли в день, когда произошли такие изменения. В-третьих, благодарен, что пришли в день, когда такие неожиданные произошли изменения. И вы пришли вместе. Думаю, что такой тандем все-таки позволяет надеяться, что безопасность граждан останется главной заботой государства. Но, может быть, перестанет быть главной проблемой здесь и сейчас. Телекомпания «Ивид» по заказу ОРТ.